Всем привет! Это программа Дополнительное время и я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочая, но и спортивная неделя. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! Прыжки на батуте акробатической дорожки – это не олимпийский вид спорта. Соревнования показывают либо по профильным спортивным каналам, либо вообще не показывают и только сообщают нам итоги стартов. Но в этом виде спорта у нашего города есть свои герои. Говорю это без преувеличения. Сборная России по прыжкам на двойном мини-трампе завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который завершился 15 апреля в Баку. Одержать уверенную победу с отрывом 4,7 балла со вторым местом. Нашей национальной команде помогли саровчане Александр Одинцов и Михаил Заломин. Отличные результаты – повод для общей гордости. Молодцы, ребята! Приятные известия из мира плавания. Воспитанники Дюшикар успешно выступили на первенстве Нижегородской области по плаванию среди девушек 2007 и юношей 2005 годов рождения. Подопечные тренера Виктории Шалыгиной завоевали серебряные медали. У Анны Грининой медаль на дистанции 50 метров брасом, а у Даниила Судина на дистанции 100 метров вольным стилем соответственно. Сотрудники внефт приняли участие в спартакиаде ГТО среди трудовых коллективов Нижегородской области. Елена Богданова стала рекордсменом соревнований по прыжкам в длину с места. Также она завоевала первое место в личном первенстве среди женщин 18-29 лет. Татьяна Островская показала лучший результат сразу в двух испытаниях отжимания от пола и поднимания туловища и стала первой среди женщин 50-59 лет. Наталья Бурцева стала серебряным призером среди женщин 30-39 лет. Владимир Пашарин завоевал серебро среди мужчин 40-49 лет. Анатолий Корнишин завоевал бронзу среди мужчин 50-59 лет. В итоге команда привезла своему предприятию кубок за второе место. На прошлой неделе я уже рассказывал о ребятах-боксерах, которые успешно съездили на 20-й традиционный турнир класса «Б» в Кстово. Так вот, мы встретились с подопечными Вячеслава Дронова и все у них узнали и про поездку, и про медали. Становиться чемпионом на первенствах области и России Александру Карасеву не в новинку. Мальчик занимается боксом около трех лет. За его плечами 32 боя и три нокаута. Это очень трудно быть чемпионом, двухкратным чемпионом того турнира. Но я это сделал. Мои дальнейшие планы – стать чемпионом мира и выиграть всех. 12-летний Иван Веряскин тоже принял участие в чемпионате. Он выступал в весовой категории 56 килограммов. В прошлом году на этих соревнованиях спортсмену достоился серебра. Но в этот раз ему удалось обойти своих соперников и положить в свою копилку наград золотую медаль. Было, в принципе, легко, потому что соперник попался чуть меня поменьше и неопытный. В том году я занимался как-то не очень хорошо, а ленился. А в этом году очень много старался, трудился. 20-й международный турнир по боксу собрал в Кстово больше 400 участников. По мнению тренера спортивной школы Икара Вячеслава Дронова, одолеть своих соперников с Саровским спортсменом помогла целеустремленность и воля к победе. Опыт. Опыт именно на таких соревнованиях, где приезжают лучшие спортсмены. И поэтому им необходимо всю эту картину изнутри пройти. То есть и психологически надо вырасти, и физически. Первыми на первенство в Кстово стали и воспитанники тренеров спортивной школы Икар Виктора Шлипугина и Анатолия Изабелина, Илья Анучин, Артем Серов, Семен Ульимов, Данила Чугунов, вторыми Максим Житков и Никита Власов. В выходные состоялся междугородний турнир по баскетболу среди ветеранов. В этом году в Саров приехали баскетболисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Саранска и Липецка, а также две команды были из ВНЕФа. В финале встретились Саров и Саранск, и в результате упорной борьбы победили саровчане. Завершился открытый первенство в ФИАС в НЕФ по мини-футболу. По итогам турнира третье место заняла команда студенцев СРФТИ, обыгравшей Динамо УВД со счетом 5-3. В финале встретились команды Вымпел СКБ-2 и Искра Юнайтед, огнеборцы. Пожарные одержали безуговорочную победу 5-2 и стали чемпионами турнира. Саровчане выступили на всероссийских соревнованиях по шашкам. Честь нашего города и Нижегородской области защищали Михаил Камчатный, Михаил Ковалев и Максим Костюков. Воспитанники Дворца детского творчества сражались сразу в трех турнирах. Молниеносная, быстрая и основные программы. Наилучших результатов ребята добились в основной программе. Миша Камчатный набрал 12 очков из 18 возможных и занял четвертое место, уступив бронзу соперников из Республики Татарстан. Только по дополнительным показателям. У Миши Ковалева оказалось в активе 11 очков и 8 место, а Максиму Костюкову далась игра в быстрой программе 11 очков из 18 возможных. Он занял 10 место. 14 апреля на дороге к Аргенскому водозабору состоялось открытие летнего легкоатлетического сезона, посвященной памяти Владислава Кугукина. В пробеге приняли участие около 30 спортсменов разного возраста. О том, каких результатов можно добиться, пробегая 10 километров на тренировке, смотрите прямо сейчас. Пока одноклассники Алексея Львова постигали тонкости русского языка и математики в школе, молодой человек делал необходимую для победы в забеге – разминку. На открытии сезона он поставил себе цель – поучаствовать не только в детском забеге на 500 метров, но и наравне со взрослыми пробежать самую длинную дистанцию – 4 километра. И по мнению юноши, это значительно интереснее школы. Потому что это укрепляет здоровье. На уроках мы и так сидим всю неделю, а так на соревнованиях это достаточно редко. В своих силах Алексей уверен, бегом он занимается с первого класса. А на соревнованиях в отделе нелегкой атлетики иногда пробегает до 10 километров. Дистанции для детей ему кажутся пустяком. На короткой дистанции у Алексея не было конкурентов. 500 метров молодой человек преодолел за полторы минуты. Да и в мужском забеге на 4 километра он смог показать пятое время. По мнению организаторов, бегом в Сырой занимаются очень многие. Хотя в силу разных причин на соревнования не заявляются. Потому что когда выходим на тропу здоровья, бегаем в лесу, очень много бегунов, которых даже не вступают на соревнования, но для себя они бегают, тренируются. Количество участников в этом году несколько расстроило организаторов. Их было меньше, чем обычно. На будущее выводы сделаны. По словам Светланы Каляскиной, день будут выбирать так, чтобы и школьники, и студенты могли, не отрываясь от учебного процесса, принять участие в забегах. 13 апреля на базе школы номер 7 подошло к концу первенство города по волейболу среди школьников. Победителем стала команда гимназии номер 2. Второе место у команды школы номер 10. Третье место заняла команда школы номер 20. Лучшими игроками признаны Александр Мартынов из гимназии номер 2, Руслан Армашов из школы номер 10 и Никита Джоев из школы номер 20. Сотрудники градообразующего предприятия возродили традицию хоккейных турниров вне. Традиция эта имеет довольно глубокие корни, но несколько лет назад сошла на нет. И вот теперь ученые и инженеры снова скрестили клюшки на льду. Все эти турниры идут на развитие любительского хоккея в Федеральном ядерном центре. Это он первый, когда вот такой замечательный кубок у нас есть. И думаю, что любительский хоккей будет дальше иметь продолжение. Раньше у федерального, ну вообще вне, были большие традиции хоккейные. После некого такого забвения просто нашлись люди, которые занимаются этим. И возникла идея, почему не провести турнир, соревноваться между собой. Обладателями кубка 2018 года стала команда «Старт». Второе место заняла команда «Авангард». И третье место у команды «Импульс». На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова